В беседе о покаянии святитель Иоанн Златоуст говорит о милостыне. Милостыня есть царица добродетелей, весьма скоро возводящая людей на самое небо и лучшая защитница. Великое дело милостыня, посему и Соломон восклицал, многие хвалят человека за милосердие, притча 20 глава 6 стих. Велик полет у милостыня, она рассекает воздух, проходит луну, восходит выше лучей солнечных, достигает до самих небес. Но и там она не останавливается. Напротив проходит и небо, обтекает и сонмы ангелов, и лики архангелов, и все высшие силы, и предстает самому престолу царскому. Научись этому из самого Писания, которое говорит, Корнилий, молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом. Деяние 10 глава 4 стих. А слова пред Богом, значит вот что, хотя у тебя много грехов, но как милостыня твоя защитница, то не бойся, ни одна из высших сил не останавливает ее. Она требует долга, держит у себя в руках собственное рукописание. Это глаз самого Господа, что кто сотворил одному из сих братьев моих меньших, тот мне сотворил. Матфея 25 глава 40 стих. Таким образом, сколько бы ни было у тебя других грехов, твоя милостыня перевешивает все. Разве не знаешь в Евангелии притча о десяти девах, как не имеющие милостыни, хотя и подвязавшиеся в девстве остались вне брачного чертога? Были, говорит Писание, десять дев, пять глупых и пять мудрых. У мудрых был елей, а у юродивых не было елея. Потому их светильники стали гаснуть. Пришедшие к мудрым глупые сказали, дайте нам елей из ваших сосудов. Матфея 25 глава 1 стих. «Стыжусь я и краснею, и плачу, когда слышу о глупой деве, краснею, когда слышу, что они названы так после столь великой добродетели, после подвигов детства, после того, как они возглавляли телом на небо и соревновали высшим силам, перенесли жар и одолели пламя сладострастия. Вот, когда они названы еродивыми и справедливо, потому что, сделав великое, побеждены были малым. И пришли, сказано, глупые, и сказали мудрым, дайте нам елея из сосудов ваших. А эти отвечали, не можем дать вам, чтобы не случилась недостатка и у нас, и у вас. И сделали они это не по жестокости и не по злобе. Но по тесным обстоятельствам времени, потому что ожидаем был жених. Были у глупых светильники, но в светильниках мудрых был елей, а у тех не было. Ведь детство есть огонь, а милостыня елей. Потому как огонь гаснет, когда не будет для него подливаться елей, так гаснет и детство, когда не имеет милостыни. Дайте нам елея, сказали глупые из сосудов ваших, а мудрые в ответы, не может дать вам. Это сказано не по злобе, а от страха, чтобы не случилась недостатка и у нас, и у вас, как бы нам. Как все мы стараемся войти, всем не остаться вне чертога. Пойдите лучше и купите у продающих. Кто же продавцы этого елея, бедные, ради милостыни, сидящие при церковью? И за сколько продается он? За сколько хочешь? Цены не назначено, чтобы ты не ссылался на бедность. Сколько у тебя есть, за столько и купи. Есть у тебя овол? Купи небо, не потому что небо дешево, но потому что Господь, человека любив. Нет у тебя и овола? Подай чашу холодной воды. И кто напоит одного из малых сих, только чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Матфея 10, глава 40, 2 стих. Предмет купли и продажи неба. А мы не заботимся. Дай хлеб и возьми рай. Дай малое и возьми великое. Дай смертное и возьми бессмертное. Дай тленное и возьми нетленное. Если бы была ярмарка, и на ней продавались бы дешево и в большом количестве свесные припасы, и многое множество бы приобреть за малую цену, не распродали бы вы имущество и оставив все в стороне, не приняли бы участие в том торге. И вот, где тленное, там вы показываете столько ревности, а где идет дело о бессмертном. Там вы только нерадивы и беспечны, дай бедному. И пусть сам ты будешь молчать, тысячи уст заговорят в защиту тебя, потому что милостыня восстанет и защитит тебя. Милостыня есть выкуп души. Поэтому, как пред дверьями церковными, стоит сосуд, наполненный водой, чтоб ты мыл руки, так вне церкви сидит и бедный, чтобы ты омывал руки души. Омыл ты чувственные руки водой, омой руки души милостыней. Не ссылайся на бедность. Вдовица и в крайней бедности ввела в дом свой Илью. И бедность не была препятствием, но с великой радостью она приняла его потому и получила достойные плоды, собрав жатву милостыни. Но, может быть, ты скажешь, дай мне Илью. Что ищешь Илью? Господа Илью даю тебе, и не питаешь его. Как же ты принял бы Илью, если бы нашел его? Христос Господь всячески сказал, кто сотворил одному из всех братьев моих меньших, мне сотворил. Если бы царь позвал кого-нибудь на вечерю, и когда бы предстали слуги, сказал к ним, поблагодарите его много за меня. Он пропитал и принял меня в дом свой, когда я был в бедности. Он оказал мне много благодеяний во время нужды. Не каждый бы употребил и потратил все свои деньги для того, кому царь изъявил благодарность. Не каждый бы постарался сблизиться и подружиться с ним. Видели бы силу слова царского? Если же у царя человека оно имеет такую честь, то представь себе, что Христос в тот день взывал пред ангелами и всеми силами и говорит, этот человек на земле ввел меня в дом свой. Он оказал мне множество благодеяний. Он принял меня, странника. Затем представь себе дерзновение среди ангелов, радость среди чинов небесных, о ком Христос свидетельствует тому, как не иметь дерзновения пред ангелами. Так, братья, великое дело милостыня. Возлюбим всех, которые нет ничего равного. Она может и загладить грехи и избавить от суда. Ты молчишь, а она стоит и защищает. Или лучше, тогда, как ты молчишь, тысяча уз благодарит за тебя. Столько-то благ от милостыни, а мы не родим и не заботимся. Дай по возможности хлеба. Нет у тебя хлеба? Дай овол. Нет овола. Дай чашу холодной воды. Нет и этого. Поплачь с несчастными и получишь награду. Ибо награда дается не за вынужденное, но за свободное дело. Аминь. Господу нашему славу во веки веков. Аминь. Аминь. Аминь.